МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем временем формирование вооруженной коалиции Сирийские демократические силы объявили в воскресенье о начале операции по освобождению от боевиков ИГИЛ города Ракки, главного оплота джихадистов в Сирии. Операция, получившая название «Гнев Ефрата», пройдет в координации с международной коалицией во главе с США. Ракка с населением в 300 тысяч человек в 2013 году была захвачена боевиками исламского государства, которые ввели там шариатское правление. Готовясь к обороне, главари ИГИЛ запретили жителям выезжать из города, установив вокруг него сеть блокпостов и заминировав подъездные пути. В ходе вооруженного конфликта в Сирии продолжают гибнуть дети. В пригороде Дамаска Харасте под обстрел попало дошкольное учреждение. Как сообщается, по меньшей мере, шестеро детей погибли, еще более 20 человек получили ранения. Противники сирийских властей заявляют, что детский сад был расположен в контролируемом повстанцами квартале, а ракетный или минометный обстрел вели правительственные силы. Однако возможности проверить эту информацию нет. Инцидент, по данным оппозиционных источников, произошел в воскресенье. В этот день правительственные силы и повстанцы обстреливали позиции друг друга в нескольких пригородах сирийской столицы. Инцидент на предвыборном митинге Дональда Трампа, из-за которого охранники кандидатов в президенты США от республиканцев вынуждены были прикрыть его своими телами и вывести со сцены, спровоцировал сторонник республиканской партии, выступающий против кандидатуры миллиардера. Он развернул в зале плакат «Республиканцы против Трампа», чем вызвал гнев окружающих. По его словам, лишь своевременное вмешательство полиции уберегло его от расправы. По данным последнего национального опроса, проведенного телеканалом NBC и газетой Wall Street Journal, Хилари Клинтон по-прежнему опережает по популярности республиканца. Сейчас за Клинтон готовы проголосовать 44% опрошенных, за Трампа – 40%. Президент Турции Реджеп Таип Ардаган обвинил Европу в содействии терроризма и поддержке курдских боевиков и заявил, что не обращает внимания на критику со стороны Запада. В ответ на острую критику, обрушившуюся на Анкару после ареста лидеров прокурдской демократической партии народов, он подчеркнул, что турецкая судебная система независима, но указал, что задержанные парламентарии должны предстать перед судом как террористы. Власти города Нью-Дели распорядились закрыть на три дня все школы, приостановить строительные работы и поливать водой улицы из-за беспрецедентно густого смога, накрывшего индийскую столицу. Правительство города рекомендует горожанам по возможности не выходить на улицу и выполнять работу из дома. Причина большой задымленности в городе в росте количества промышленных объектов и автомобилей, а также в том, что фермеры жгут большие объемы сорняков и ботвы на окрестных полях. О событиях в стране президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Японию, сообщила пресс-служба главы государства. В ходе визита ожидается встреча с императором Японии Кихита, переговоры с премьер-министром Абе. Также предполагается выступление главы государства в парламенте Японии, университете Токай, встреча с представителями деловых кругов. В Алматы предварительная площадь пожара в здании кинотеатра бизнес-центра Алматы Тауэрс составила 1800 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. По данным ДЧС, в тушении были задействованы 150 человек личного состава и 34 единицы техники. Также на пожаре были задействованы сотрудники Национальной гвардии, полиции Алматы и 30 единиц техники Центра медицины катастрофы и скорой неотложной медицинской помощи. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгорания. Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 накануне в 18.04 по времени Астаны. Силы и средства противопожарной службы выехали по повышенному вызову. Эвакуировано было 80 человек. Один человек погиб, получив отравление угарным газом. Сегодня состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Тухтара-Тулешева. Напомним, процесс начался в Астане 14 сентября и проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам. Всего по делу проходят 25 подсудимых. Главному фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении 16 уголовных правонарушений и преступлений. В отношении 13 подсудимых на время проведения досудебного расследования применена мера пресечения содержания под стражей. По остальным 12 подсудимым подписка о невыезде и надлежащем поведении. Объем уголовного дела составляет 300 томов. По уголовному делу проходят 104 свидетеля, 17 потерпевших и два представителя потерпевших. Дело поступило в суд под грифом «Секретно». И к городским событиям соцработники продолжили праздничную эстафету встреч, посвященных их профессиональному празднику. Торжественное мероприятие в минувшую субботу состоялось в областном доме Ассамблеи народа Казахстана. В общей сложности 9 человек были поощрены за преданность своему делу. Среди них ветераны труда, действующие сотрудники, представители управленческого аппарата отделов и управления. Медали, нагрудные знаки и благодарственные письма вручил после приветственной речи лично о кемобласти Бердебек Сапарбаев. Не обошлось и без крупных приобретений. Дому-интернату психоневрологического диспансера в честь профессионального праздника вручили ключи от автомобиля «Рено». Праздничное мероприятие продолжилось яркой концертной программой, подготовленной творческими коллективами. И о спорте. Акту-Б впервые стал хозяином крупного мирового спортивного первенства по гиревому спорту. Чемпионат мира прошел с 26 по 31 октября и завершился высокими результатами для нашей страны. В минувшую субботу благодарность областного руководства принимали все непосредственные участники соревнований – организаторы, спонсоры, спортсмены и их наставники. В списке тех, кто получил благодарственные письма за подписью Акима области Бердебека Сапарбаева – 66 человек. Глава региона отметил, что турнир прошел на достойном уровне и является хорошим стимулом для развития физкультуры и спорта в Ак-Тубе. Чемпионат собрал более 400 участников из 38 стран мира. Напомним, в командном зачете среди профессионалов призовые места стран-победительницы распределились следующим образом. Первое место – Россия, второе – Казахстан, третье – Украина. Среди любителей лучшими также остались команды Российской Федерации Республики Казахстан. Бронзу чемпионата завоевали спортсмены из США. Это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова